Питуньи сажаем в конце февраля и начале марта. Прорастает питуньи, как правило, на 5-7 день. Температура проращивания для семян порядка 20-25 градусов. Питуньи очень требовательны к свету и температуре. Итак, прежде всего вам нужен питательный грунт цветочный и, конечно же, сами семена. Теперь я рассказываю, как мы будем сажать. Семена у питуньи очень мелкие и это, наверное, единственный минус вот этого прекрасного растения. Итак, посадить вы можете питуньи традиционным способом, ну вот как в ящике, насыпаете грунт. Толщина грунта в данном случае должна быть не менее 6 сантиметров, это важно. И еще, вы знаете, я для себя решила, что любой грунт, даже самопроверенные фирмы, я все равно обрабатываю, то есть сделаю дезинфекцию. Я развожу марганцовку в кипятке и проливаю грунт. А вот на следующий день я уже провожу посадку и убедилась, что, в общем-то, растения меньше подвержены грибковым заболеваниям. Итак, значит, мы берем питуньи семена. Семена мелкие, как я уже говорила. Показываю вам их. Высыпайте их на ладошку. Можно смешать с песком, но я и такого никогда не делаю. Можно брать пинцетом и каждое зернышко распределять вот так вот по поверхности, вот так раскладывая. Можно взять зубочистку, намочив кончик, тоже раскладывать по поверхности. Ну, смотрите, какой способ вам удобнее. Семена нельзя заглублять, нельзя присыпать землей. Они прорастают на свету. Я, вот как я делаю, я накрываю просто их стеклом или же пленкой, предварительно просто-просто в перчатках, прижав их вот так к земле. И все. Ну, конечно, обработав еще стимулятором роста. Сейчас я об этом отдельно расскажу. После того, как вы их прижали, нужно накрыть вот такую емкость, которая не тепличка, как вот здесь представлены вот такие теплички. Я уже рассказывала, но они очень удобные. Значит, накрываете или стеклом, или пленкой и ставите в теплое место. В светлое, обязательно в светлое. Так, а можно использовать вот такую теплицу. Вот теплица мне тоже очень понравилась. То есть, тот же самый принцип. Мы в каждый горшочек засыпаем землички. Вот так. И точно по такому же принципу. Заметьте, вот здесь вот уже дозированная высота. Удобно. Точно так же мы прижимаем земличку. Точно самое проливаем ее раствором марганеца с кипяточком. Тем же способом, как я показывала, раскладываем семена. Вот так. По ячейкам. Прижав их. И потом впоследствии мы просто накрываем вот такой тепличкой. Высота теплицы позволяет достаточно долго растениям расти вот в таком вот микроклимате в своем. То есть, очень удобно. Очень удобно. Есть еще способ один. Вот такие вот торфяные таблетки, которые мы намочили предварительно. И вот в такие они превратились в большие пенечки. Смотрите, что самое интересное. Значит, растение уже, во-первых, он закрытый, этот торфяной горшочек. То есть, когда растение мы сажаем, оно в нем растет. Потом, когда оно выросло, мы его просто берем и сажаем в грунт. Не надо пикировать, не надо ничего. Удобно безумно. И здесь внутри, вот в центре, как раз вот здесь, наверное, даже лучше видно. Вот, видите? Питательный грунт. Просто вот сюда берем семечку, кладем в центр, прижимаем пальчиком. Земля, грунт уже влажный. И все. Ставим в теплое место, и процесс пошел. Питуньи требовательны к свету, воде и теплу. Но, я хочу сказать, при посадке, когда вы посадили семена, если вдруг у вас земля сухая, то вот так поливать, вот просто, грунт сверху лейкой нельзя. Иначе вы просто сместите цветы, и семена могут уйти в грунт слишком глубоко, и это замедлить прорастание, может вообще не прорасти. Вот. Поэтому я вам рекомендую использовать пулюлизатор. Побрызгали, и все. Прекрасно. И потом, в дальнейшем, когда вы будете выращивать питуньи, поливать нежелательно. Всегда используйте пулюлизатор, когда у вас маленькие растишки, когда они еще достаточно слабые. И что я еще хочу сказать? Интересный момент такой. Вот. Я постоянно использую, когда при посадке, например, то есть я не поливаю чистой водой. Я всегда беру или циркон, вот такой, да, или вот такой гетрооксин, или же корневин, вот такие. Развожу здесь, как написано, по инструкции, и их использую. Но стараясь это использовать, когда уже вот вы увидите, у петушечков, у них начинается такая, как маленькая петелечка появляться, корешка. Вот тогда прям вот это вот чудо, как жизненно необходимо, разводите в поливизаторе и поливаете, брызгаете, брызгаете, брызгаете. И все, вы увидите, что ваши петуньи просто, ну, они как, знаете, как эликсир жизни попьют. А еще, еще можно что использовать, ну, если вы сторонник чистого земледелия, без использования всякой химии, можно использовать народный, старый народный способ. Мне он тоже нравится, кстати. Можно использовать мед, он тоже является очень мощным стимулятором роста. Дозировка такая, на литр воды мы добавляем чайную ложку и брызгаем. Мед тоже является очень мощным регулятором и корнеобразования, и мощным корнем, не то, что корнем даже образовании, но вообще стимулятором роста является. Попробуйте. Если у вас какие-то возникли вопросы, или что-то вы считаете, что, ну, можно еще дополнить, или с чем-то вы не согласны, пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием все ответим на все ваши вопросы, и любым комментариям будем очень рады. Спасибо вам, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok